7 февраля в 50 регионах страны прошла всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями». В рамках этого мероприятия родители выпускников сами смогли ощутить то, что через несколько месяцев предстоит почувствовать их детям при сдаче главного экзамена школьной жизни. В Славянском районе местом проведения акции стал первые лицей города. Славянском районе местом проведения акции «День сдачи ЕГЭ» Славянском районе местом проведения акции «День сдачи ЕГЭ» Увидеть процедуру проведения экзамена, снять напряженность по вопросу подготовки к единому государственному экзамену в нашем районе, ну и убедиться, что это не такая уж сложная процедура, и через этот экзамен обязательно должны пройти все наши выпускники. А родители в этом действительно сегодня смогут на личном примере посмотреть, что следуя инструкциям, те, которые дают организаторы в аудиториях, коридорах, можно спокойно, без определенных эмоций, на нормальном эмоциональном настроении сдать единый государственный экзамен. 30 родителей и выпускников решились в этот день на сдачу единого государственного экзамена. Вместе с ними познакомиться с ЕГЭ пришли работники администрации и депутаты. Галина Крыжния, мама выпускницы первого лицея, говорит, что для того, чтобы успешно пройти задания по русскому языку, необходимо знать терминологию науки, основные правила и уметь понимать смысл текста. А в помощь каждому в интернете есть сайт, на котором размещены примерные экзаменационные материалы и задания. Если сильно хорошо проштудировать этот сайт, с этими заданиями, которые постоянно обновляются, то вполне можно реально сдать на высокие баллы ЕГЭ. На выполнение заданий было отведено 40 минут. Никаких поблажек в ходе проверки тестового ЕГЭ для родителей не делалось. Это волнительно. Когда мы устраиваемся на работу, мы же тоже придерживаемся тех правил, которые нам предоставляют. Соответственно, здесь дети учат, их инструктируют, как они должны, что они должны выполнять, каким образом должно проходить ЕГЭ. Если следовать инструкциям, которые даются, ничего сложного, но волнительно, в меру эмоциональной составляющей каждого человека. Сдача единого государственного экзамена открывает перед выпускниками практически неограниченные возможности для поступления в высшие учебные заведения. И для того, чтобы сдать ЕГЭ, нужно не так много. Хорошо изучить предмет и следовать инструкциям во время самого экзамена. Мария Горошкова, Александр Косицын, программа «События».